Привет, ребята! Меня зовут Илья, вы на канале Ретродуктор. После пятилетнего молчания я вернулся к вам с рассказом о своей первой, самой любимой JRPG, Shining Force 2. Первая игра серии Shining вышла в 91-м году, и называлась она Shining in the Darkness. Это был симпатичный данжен-кроулер а-ля Wizardry. На разработку было выделено мало денег, но игру приняли хорошо, и решено было делать продолжение. Назвали его Shining Force The Legacy of Great Intention. Сиквел унаследовал стиль рисовки и интерфейс оригинала, однако сменил вид от первого лица на вид сверху. Сражения по-прежнему составляли основу геймплея, но с появлением возможности перемещаться по полю боя, перед игроком открылись более широкие просторы для тактических решений. Плюс игрок управлял большим количеством персонажей с большим количеством способностей, и это тоже добавляло вариативности в битвах. Мы теперь гораздо меньше бродили по подземельям и могли исследовать деревни, города, замки, могли общаться со множеством NPC и искать на локациях секреты. В общем, было много всего нового и интересного. Shining Force приняли еще лучше, чем Shining in the Darkness, и скоро свет увидели два продолжения для карманной консоли Sega Game Gear. Shining Force Gaiden, Shining Force The Sword of Haja. Выглядели и звучали они, конечно, похуже, но игрались примерно так же. Сейчас запускать обе эти игры особого смысла нет, потому что в 1994 году их улучшенные версии были включены в состав Shining Force CD для Sega CD. А за год до упомянутого ремейка состоялся релиз главной героини данного ролика, Shining Force 2. Перед тем, как приступить к обзору, поделюсь с вами воспоминаниями о знакомстве с игрой. Я узнал о ней благодаря одной из этих книг с паролями. Обычно игру там описывали в двух-трех предложениях, плюс выдавали список читов. Но статья по Shining Force заняла несколько страниц. В книге было полное руководство по прохождению. Я не мог тогда поверить, что у игр на Mega Drive бывают такие сложные сюжеты. В статье не говорилось практически ни слова о геймплее. И мне оставалось только догадываться, как все это дело играется. Но долго догадываться мне не пришлось, потому что очень скоро у одноклассника появился желанный картридж. Я его одолжил и, блин, я был просто поражен увиденным. Игра выглядела совсем не так, как я себе ее представлял. Она выглядела круче. Ну то есть, все эти хождения по локациям, конечно, не вызывали особых восторгов. Но вот то, что происходило во время боев, мне дико нравилось. Я знал, что в игре можно было сохраняться, но у меня не получалось. Вероятно, в картридже не было батарейки, или она просто села. Но в то время я не догадывался о наличии батареек в некоторых картриджах. И думал, что мне попался брак. То есть, я каждый раз начинал игру заново, зная, что полностью мне ее не пройти. Но это знание меня особо не огорчало. Все равно было круто. Вскоре мне пришлось вернуть картридж однокласснику. И снова поиграть в Shining Force я смог лишь спустя много-много лет на эмуляторе. Извиняюсь за такой долгий флэшбэк, надеюсь, вы не уснули. Итак, мы запускаем игру. Запускаем игру и смотрим классную, но утомительно долгую кат-сцену, в которой нам под тревожную музыку показывают, как большая говорящая крыса крадет из древней башни волшебные камни, из-за чего башня начинает рушиться. Сверкают молнии, гремит гром, и мы переносимся в замок, где король, похожий на обиженного Деда Мороза, ведет беседу со своим министром. Короля тревожит погода и то, что творится с древней башней. Он собирается лично пойти разведать, что происходит, но появляется демон и кастует на него какое-то заклинание. На этом интро заканчивается и с игроком заводит разговор колдунья. Она предлагает нам выбрать уровень сложности и имя для своего персонажа. По умолчанию главного героя зовут Боуи, и в дальнейшем я буду называть его именно так. Итак, Боуи просыпается у себя дома. Ему нужно идти в школу, но игра нас не подгоняет. Можно поговорить с матушкой, прогуляться по деревне и позаглядывать в горшки. Нагулявшись, Боуи приходит в школу. Его учитель очень похож на Гендальфа, но зовут его сэр Астраль. Он начинает урок, который сразу же прерывается вошедшим солдатам. Астраль – колдун, и солдат зовет его в замок, чтобы тот посмотрел на монарха, с которым происходит что-то нехорошее. Астраль уходит, и осмотрев правителя, приходит к заключению, что болезненное состояние короля как-то связано со вчерашней бурей и древней башней. Он решает осмотреть башню и берет с собой своих учеников. В башне они встречают призрака, который хочет завладеть телом короля. Начинается первая битва. В этой битве мы узнаем все основные боевые механики, и в дальнейшем сражения будут составлять, ну, наверное, процентов 80 от геймплея. Локация делится на клеточки, мы по ним перемещаемся и атакуем врагов. Есть и боевая, и целебная магия, а также можно лечиться зельями и травами. Если лайфбар боуи опустошится, вы проиграете, и возродитесь в ближайшей церквушке. У меня есть для вас пара советов по боевке. Во-первых, не забывайте ложить в инвентарь боуи лечилки. Во-вторых, всегда держите рядом с ним мага-целителя. В-третьих, прокачивайте главному герою защиту. Прокачка вообще-то совершается автоматически во время сражения, когда вы набираете какое-то количество очков опыта, но на уровнях можно отыскать предметы, повышающие определенные характеристики. Иногда довольно сложно понять, какую именно характеристику прокачивает предмет, потому что у предметов нет описания, есть только название. Если ты находишь питье силы, то ясно, что оно повлияет на силу атаки. Но как вы думаете, на что влияет хлеб радости? Пожалуй, оставлю вас в неведении. Вернемся к сражениям. Я обожаю здешние анимации атак. В детстве для меня появление нового врага или нового заклинания было просто праздником. Сейчас, конечно, смотришь на все это поспокойнее, но все равно доставляет. Однако у сражений есть один огромнейший недостаток. Это затянутость. Первое сражение длится около пяти минут, но в дальнейшем пять минут может понадобиться лишь на то, чтобы впервые нанести или получить урон. Можно было бы выиграть кучу времени, если бы не было боев, в которых ваша команда появляется на одном краю карты, а противники на другом, и нужно долго, нудно к ним приближаться, и при этом мы не только совершаем свои ходы, но и наблюдаем за полетами камеры и бессмысленными метаниями врагов, которых может быть десятка два. Также очень много времени вы потеряете на закупках зелий и оружия. Если вы покупаете персонажу А новый меч, а все четыре слота его инвентаря заполнены, то вам нужно отдать покупку персонажу Б, окончить разговор с торговцем, зайти в инвентарь персонажа А, освободить слот, перейти в инвентарь персонажа Б, взять меч, переместить его в инвентарь персонажа А, и только после этого экипировать. Еще одна ложка дегтя – это сложности с ориентированием. Бывает так, что ты оставляешь игру на неделю, потом снова ее запускаешь и не можешь вспомнить, что нужно делать, потому что дневника с текущими заданиями или хотя бы какими-то заметками нет, и начинаются хаотичные долгие блуждания по большущей глобальной карте. Но все это мелочи, и если вы играли с удовольствием, например, в Final Fantasy для Super Nintendo или Fantasy Star, то Shining Force 2 по геймплею вам понравится. Сюжет же вас вряд ли поразит. Он достаточно простой. Мы будем спасать принцессу и заодно мир. Спасать, конечно же, от ужасного древнего зла. Но главное, что в истории чувствуется дух приключения. Мы покинем родину, выстроим новый городок на другом материке, пообщаемся с богами, поплаваем на корабле, полетаем на корабле, убьем Кракена, завербуем в свой отряд робота. В общем, будет много классных событий. Никаких супер лихих поворотов не ждите, но скучать вам не придется. Тут еще надо сказать вот что. Вторая часть сюжетно не зависит от предыдущих игр серии, хотя игры и связаны посредством некоторых персонажей и территорий. То есть, если вы думаете, что нужно сначала ознакомиться с первой Shining Force, то нет, это совсем не обязательно. Она примерно такая же по геймплею, но чуть хуже нарисована и чуть менее удобна. Например, для разговора с NPC, там нужно заходить в меню взаимодействий с миром, в то время как во второй части достаточно нажать одну кнопку. Если вы решитесь начать проходить Shining Force 2, то перед вами, скорее всего, станет вопрос, с каким переводом лучше играть. В сети есть две русские версии, от шедевра и от New Game. Давайте попытаемся понять, какой перевод лучше, сравнив реплики NPC с начальной локацией. Доброе утро, Боуи. Ты проснулся поздно этим утром. Тебя разбудила буря? Поспеши в школу. Сэр Астрал и Сара, должно быть, ждут. Боуи, доброе утро. Ты плохо спал этой ночью? Конечно, такая сильная буря. Скорее в школу. Сэр Астрал и Сара уже давно ждут тебя. Сэр Астрал – самый мудрый человек в Гранселе. Он такой великий человек, он открыл школу совсем один. Тебе нужно осознать, какая удача выпала тебе. Сэр Астрал думает о тебе, как о своем собственном внуке. Иногда он может быть строгим к тебе, но это потому, что он любит тебя. Сэр Астраль – самый мудрый человек в Гранселе. Его благородство не знает границ. Он даже открыл на свои деньги школу. Ты должен понимать, как тебе повезло учиться у него. Он относится к тебе, как будто бы ты его родной внук. Иногда он ворчит на тебя, но это лишь потому, что он желает тебе добра. Ху, я сонный. Джаха, должно быть, крепко спит где-то сейчас. Привет, Боуи, как дела? Сэр Астрал находится в подвале, но он выглядит странно сегодня. Ого, я успел вовремя. А Яха, должно быть, до сих пор нежиться в постели. Привет, Боуи, как поживаешь? Сэр Астраль в подвале, но он выглядит сегодня очень взволнованным. Все здесь? Хорошо, тогда начнем. Где Джаха? Снова проспал? Ну ладно, я не могу ждать его. На чем я остановился вчера? Все собрались? Хорошо, тогда начнем. А, нет, не все. Где Яха? Снова проспал. Ну что ж, я не могу ждать его одного. Так, на чем я вчера остановился? Не знаю, как вам, а мне больше понравилась работа шедевра. Надеюсь, я помог вам определиться с выбором. И, в общем-то, на этом у меня на сегодня все. Если видео вам зашло, поставьте палец вверх и подпишитесь. В ближайшее время я планирую снять еще несколько роликов. И, если получу хороший отклик, займусь развитием канала. То бишь, все зависит от вашей активности. Возможно, я продолжу обозревать серию Шайнинг. После второй части вышло больше 20 игр в этой вселенной. Если вам интересна такая тематика, напишите комментарий. В общем, прощаюсь и благодарю вас за просмотр. Всем мир!